Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой необычный узор с вытянутыми петельками. Причем я вам покажу, как сделать узор обычно, скажем так, вытянутые петли над вытянутыми петельками. Вот так он выглядит вблизи, либо же в шахматном порядке. На образце в шахматном порядке номер один у нас предоставлено всего лишь два рапорта узора высоту, плюс я связала четыре ряда платочной вязки. Это ряды для симметрии узора. Вот у нас вот таким вот образом выглядит в шахматном порядке узорчик. Достаточно интересный узор. Подойдет такой узорчик для вязания, скажем так, двухсторонних каких-то изделий. Это, возможно, шарфы, палантины, вот, или же это, возможно, какие-то летние топы, там, где вам, скажем, не помешают вот эти дырочки, то есть, которые получаются от вытянутых петелек. На мой взгляд, красиво выглядит именно в шахматном порядке этот узорчик. Можно, опять же таки, сделать вот такой узор. Но здесь я сделала два рапорта всего в ширину и в высоту четыре рапорта. То есть, как вы видите, по высоте они занимают одинаковое, но здесь всего два рапорта в высоту, здесь четыре рапорта. И также я набрала пол рапорта для симметрии узора. Вот так у нас выглядят просто два рапорта в ширину. Вот, и так, кому интересно и понравилось, не забудьте лайкнуть и давайте свяжем с вами вместе. Рапорт узора в ширину составляет 10 петель, поэтому нам нужно для небольшого образца набрать число петель кратное 10, плюс пол рапорта, это петли симметрии, то есть плюс 5, и плюс две кромочные петли. Я набрала всего 27 петель. И теперь вытаскиваем одну свободную спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас вяжутся просто все петельки лицевые. Первую кромочную я снимаю непровязанной. Затем все петли до конца ряда вяжу лицевыми. Последнюю кромочную петлю я свяжу изнаночной. Второй, третий и четвертый ряд вяжутся аналогичным образом. То есть нам нужно связать 4 ряда просто платочной вязкой. Поворачиваем на второй ряд. Первую кромочную снимаем и дальше все петельки до последней петли кромочной. Лицевые кромочная, последняя петля, я буду вязать изнаночную. В пятом ряду мы начинаем формировать узор. Для этого кромочную петлю первую снимаем, далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее на следующих пяти петельках мы будем вязать с накидами. То есть каким образом? Смотрите, мы ныряем, как привычно вяжем лицевую петлю, заводим спицу в петлю, далее делаем правым пальчиком вот таким вот образом 2 накида и вытаскиваем петельку. Как бы связали лицевую с двумя накидами. Далее снова вводим спицу в следующую петлю, накидываем уже 3 накида, 1, 2, 3 и вытаскиваем спицу. Подтягиваем петельки. Далее в следующую третью петельку заводим спицу и накидываем уже 4 накида, 3, 4 и вытаскиваем. Далее в следующую петельку ныряем и накидываем в обратном порядке 3 накида, начинаем уменьшать. И последнюю пятую петлю вводим спицу и накидываем 2 накида. То есть что получается, как мы связали? Мы связали, сделав первую петлю из 5 2 накида, во вторую петлю 3, в третью петлю 4 накида и пошли на уменьшение. 3 накида в четвертую петлю и в пятую петлю 2 накида. Далее повторяем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Снова заводим первую петельку из следующих пяти спицу и делаем 2 накида. Вытаскиваем петельку, подтягиваем. В следующую вторую петельку ныряем спицей и делаем 3 накида. И вытаскиваем спицу, подтягиваем петельки. В следующую третью петлю ныряем и делаем 4 накида и вытаскиваем петлю с накидами. Далее в обратном порядке в четвертую петельку делаем 3 накида и вытаскиваем петлю, подтягиваем. И в пятую петельку делаем 2 накида и вытаскиваем. До конца ряда у нас остается 5 лицевых петель пол раппорта симметрии. Так и довязываем 5 лицевых. И кромочная петля изнаночная. Далее поворачиваем на 6 ряд и вяжем так. Кромочную снимаем и все у нас будут петельки лицевые. Первые 5 петель симметрии мы вяжем 5 лицевых привычным образом. А далее у нас пошли петли с накидами. Находим вот эту рабочую стеночку петли. Вот она у нас здесь. Вот она у нас здесь и так далее. И вот за нее вяжем лицевую петлю. И вытягиваем петельку. Спустили накиды и у нас получилась вытянутая петля. Затем снова за рабочую стеночку вытаскиваем снова лицевую петлю. И спускаем накиды полностью со спицы. Снова получилась вытянутая петля, но уже с тремя накидами. То есть она чуть-чуть шире. Далее снова за рабочую петельку делаем лицевую. Спускаем все 4 накида. Вытягиваем петлю. Далее в обратном порядке 3 накида спускаем, провязав лицевую. И 2 накида спускаем, провязав лицевую. И у нас получились все петельки, посмотрите, вытянутые. Мы связали 1 раппорт узора. Теперь повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Первая часть раппорта. Далее за рабочую стеночку спускаем сначала лицевой с 2 накидами петелькой. Вот здесь. Далее за рабочую стеночку вяжем лицевую. Спускаем петельку с 3 накидами. Она у нас уже повыше. Далее с 4 накидами вытягиваем. И в уменьшительном порядке с 3 накидами вытягиваем. И с 2 накидами. Далее довязываем 5 лицевых петель. Обычным способом. И кромочная петля изнаночная. Мы с вами связали первый раппорт узора в высоту. Если вы будете вязать образец номер 1 в шахматном порядке, то это вы связали пол раппорта. Далее повторяем сначала. Кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые. Это первый ряд. Далее разворачиваете, вяжете все петельки лицевые. Второй, третий и четвертый ряд. И лишь в пятом ряду, то есть в десятом ряду, уже получается по счету от начала вязания образца, мы будем снова формировать вытянутые петельки, вязать лицевые петли с накидами. Связали 4 ряда платочной вязкой. Можете для красивого эффекта подтянуть вот эти петельки, для того, чтобы они стали на свои места. И далее начинаем формировать уже получается ряд с вытянутыми вот такими красивыми петлями с накидом. Для тех, кто вяжет в шахматном порядке, то начинаете вязать уже этап второй части раппорта, то есть с вытянутыми обвитыми петельками. Для тех, кто вяжет вытянутые петельки узор над узором, как это буду делать я, то для начала снимаем кромочную и вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. То есть повторяем раппорт наш сначала. Далее вяжем лицевая с двумя накидами. Лицевая с тремя накидами. Лицевая с четырьмя накидами. Подтягиваем. Лицевая с тремя накидами. И лицевая с двумя накидами. Связали 5 петелек. Далее повторяем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова лицевая с двумя накидами. Лицевая с тремя накидами. Лицевая с четырьмя накидами. Лицевая с тремя накидами. И лицевая с двумя накидами. Далее довязываем до конца ряда 5 петель полурапорта нашей симметрии. Просто 5 лицевых и кромочная петля изнаночная. И далее повторяем наш шестой вот этот ряд. Разворачиваем на изнаночную сторону. Кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые. 5 лицевых петель симметрии для начала. Далее за рабочие стеночки. Вяжем лицевая с тремя накидами. Спускаем накиды. Лицевая с тремя накидами. Спускаем накиды. Лицевая с четырьмя накидами. Спускаем все накиды. И далее лицевая с тремя накидами в уменьшительном порядке. И лицевая с двумя накидами. Вытянули наши петельки. Спустили накиды. И далее повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова. Лицевая с двумя накидами. спустили, лицевая с тремя накидами спустили, лицевая с четырьмя накидами спустили, лицевая с тремя накидами спустили и лицевая с двумя накидами спустили. 5 петель довязываем до конца ряда, также лицевыми и кромочная петля изнаночная. Все, мы с вами связали два рапорта узора и дальше продолжаем вязать снова 4 ряда платочной вязкой, то есть просто лицевыми петлями с лицевой с изнаночной стороны. Если бы вы вязали в шахматном порядке, то у вас получается вытянуть Т петли в начале ряда, в середине ряда и в конце ряда. То есть там, где у нас просто сейчас идут лицевые. И снова можете для удобства подтянуть вот эти петельки. Провязав 4 ряда платочной вязки, у вас петельки станут на место. Вот как предоставлены у нас здесь в первом рапорте узора. И связав два рапорта узора, я еще свяжу сейчас, вам покажу, как связать в шахматном порядке для тех, кто не понял. Поэтому для начала провяжем снова 4 ряда платочной вязкой. Провязали 4 ряда платочной вязкой и теперь начинаем вязать для тех, кто вяжет в шахматном порядке. Кромочную снимаем и далее сразу же начинаем вязать лицевые петельки с накидами. Ныряем в первую петельку и делаем два накида. Вытаскиваем, подтягиваем петельку с накидами. Далее ныряем, делаем три накида и вытаскиваем петельку, подтягиваем. Далее 4 и вытаскиваем петельку. И в обратном порядке 3. 1, 2, 3 и 2. Запомните, что делаем всегда. 2, 3, 4, 3, 2. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Повторяем. Лицевая с двумя накидами. Лицевая с тремя накидами. Лицевая с четырьмя накидами. Лицевая с тремя накидами. и лицевая с двумя накидами 5 лицевых 1 2 3 4 5 и последний раз лицевая с двумя накидами лицевая с тремя накидами лицевая с четырьмя лицевая с тремя лицевая с двумя и кромочная изнаночная не забудьте подтягивать петли с накидами для удобства выполнения следующих петель и далее вяжем шестой ряд либо заключительный десятый ряд рапорта узора в шахматном порядке это вяжем все петельки лицевые спуская накиды за рабочие стеночки вяжем лицевые спускаем накиды лицевые спустили накиды лицевые спустили накиды далее 5 лицевых просто 1 2 3 4 5 причем лицевые обратите внимание у нас находятся над вытянутыми петлями предыдущей части раппорта далее снова лицевая спустили накид лицевая спустили накиды лицевая накиды спустили и последняя пятая петля лицевая накида спустили далее 5 лицевых 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая накида спустили, лицевая накида спустили, лицевая накида спустили, лицевая накида спустили. Кромочная петля, изнаночная. Все, мы закончили первую часть рапорта узора в шахматном порядке с вытянутыми петельками. Если вы дальше продолжите с нашей второй части, то у вас так и получится в шахматном порядке. Если хотите, можете вязать точно так же, как мы вязали с вами первый и второй рапорт. Просто вытянутые петельки над вытянутыми петельками. Получается достаточно просто и красиво. Я надеюсь, вам осталось все понятно. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Кто еще не подписан, подпишитесь. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!